Любитель легкой наживы под покровом ночи решил взорвать банкомат. Для этого мужчина изготовил самодельную петарду. Он зашел в помещение, где стоят терминалы и взорвал снаряд. Но план не сработал. Самому банкомату, по сути, никакого вреда не было причинено, потому что там только краска немножко покололась, силы снаряда не хватило для повреждения. Самого горе взрывотехника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Сотрудники правопорядка устанавливают его личность. Преступный план других правонарушителей сработал, и неизвестные присвоили себе 260 тысяч рублей. Инкассаторы забрали дневную выручку с почты и отвезли в банк. Проходит определенный промежуток времени, там полдня. Начинают эти деньги все разбирать, упаковывать, и получается, что 260 тысяч нет. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, на каком именно этапе пропали деньги, и установить круг подозреваемых. На данный момент проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса. Неспокойно было и на дорогах. За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции зафиксировали 11 ДТП, обошлось без пострадавших. Девять водителей было задержано в состоянии алкогольного пенения. Два из них повторника, так называемых. По обоим случаям уже были возбуждены уголовные дела. Один из них, вот из повторников, он уже повторник, повторник. Он был задержан еще за управление транспортным средством. Состояние алкогольного пенения повторно в те выходные и праничные дни, которые были. Одного нетрезвого водителя выявили с помощью жителей города. Он соориентировал сотрудников ГАИ, и те оперативно задержали пьяного водителя на марке, который уже сбил фонарь. Не справился с управлением, выехал за пределы правильной части и совершил наезд на световую опору. Благополучно ее деформировал и попытался с местной ДТП скрыться. Но был задержан сотрудниками Росгвардии. В отношении 60-летнего водителя готовятся материалы по трем административным делам. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, умышленное повреждение световой опоры и скрытие с места ДТП. На двух собственников транспорта составили административные материалы за то, что они передали управление своими машинами пьяным друзьям. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей СОРОВ-24.